Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Никитина Евгения Михайловна. Скажите, пожалуйста, дату и место вашего рождения. Так, 4 февраля 1939 года. Деревня Дрюкла, Новгородская область. Скажите, пожалуйста, с какого момента вы помните войну? Ну, потому что я помню. Отца взяли на фронт, он погиб на войне. В нашей деревне, то есть в нашем местности захватили немцы. В общем, так вроде они к нам неплохо относились. То есть, кто на войну взят, отец там, тем ничего не делали. А вот партизанов семьи все расстреливали и сжигали. А вы помните что-нибудь о действиях партизанов? Партизанов? Что вы о них слышали? Как они все были? Ну, по разговорам мамы, конечно. Были у нас партизаны, которые ушли в лес, а которые ночью пришли, их захватили. Захватили, значит, накрыли как бы их. Вот. И сына, вот бабушка жила рядом, сына, значит, стали пытать, что где партизаны, где партизаны. Он не говорил. Ему вырвали язык. А бабушку вот так, камень такой был, так вот, мать его, так стукнули, камень на вся разбилась. Вот. Вот. Ну, а нас не трогали. Они говорили так, что это немцы, что мы не виноваты. Нас тоже послали на фронт. И так как у нас отец на фронте, значит, они нас не трогали. А всех, значит, вот сослали в лету. Вот. Ну, что-то ехали в вагоне в каком-то товарном. Там и скот был, и люди на каких-то мешках. Мы сидели, спали. Когда это было? Да. Когда у вас увезли? 43-й год. 43-й год. Осень 43-го года. Вот. Ну, приехали, не знаем куда, чего. И потом стали нас как товар там разбирать. А у мамы трое детей было у нас. А где вас содержали в это время? А? Где вас содержали, где вы находились? То ли какая-то школа, что-то такое. Ну, пункт такой у них был, что разбирать, как трудовые работы, кого куда. Понятно. Кого в Германию, кого куда. А у мамы было нас трое. Вот у меня было два брата, но они не дожили до узника. Два брата. Значит, средний еще в детстве умер. Старший самый, я самая младшая была. Он погиб на работе. Уже в мирное время, в этом уже возрасте. Вот. Ну, осталась я одна. Вот. Ну, что еще? Да. А мама работала... Нас потом... Нас не брал никто, что детей много надо работать, а одна только она может работать. Ну вот. Ну и все-таки там старичок был хороший. Мама рассказывала, что я вам подберу хороших людей. Ну и вот приезжают два парня за нами на лошадей и забрали нас. Хозяин он. Ну, он такой, видимо, средняк. Вот мы работали. Мама работала на сельскохозяйственных работах. Нас кормили, конечно. Плохого ничего не делали нам. Это ничего не было. То есть, отношения хозяев были... Нормальные, нормальные. Ну, мальчишки, они уже подростки были, так они тоже там гусей там где-то во дворе, чего-то тоже делали. Вот. Только что я маленькая была, я ничего не делала. Вот. Остальные все были заняты. А мама вообще работала с утра. Ну, нас кормили. Кормили. А ведь над некоторыми издевались. Вот. Сколько там. Расселяли так, чтобы не знали мы друг друга, кто где живет. Вот. Как-то случайно где-то встретили соседа. Ну, и мама стала разговаривать. Она говорит, работаю, но нас не обижают. Он говорит, а нам житья нет. Ты попроси, чтобы взяли нас. А у него, значит, сын и бабушка были. И он сам такой трудолюбивый мужик. Вот. Я буду работать, только бы уйти от этих хозяев. Вот мама поговорила о него, и мы ведь не можем содержать так. Но она говорит, да он очень трудолюбивый, он делает все, что угодно. И они взяли. Взяли. Так что вот. А потом вот началась война. То есть это стали наши наступать. Ой, мама говорит. Ой, бои, говорит, бои. Вот литовцы и говорят, хозяева, что поедемте с нами в леса. Сюда русские придут. Она говорит, ну да-ка что, что придут. И мы же не скажем, что вы к нам хорошо относились. Нет, Мария, мы боимся, боимся. Это самое. Мы уезжаем. Поедемте с нами. А мама говорит, нет, что будет, то и будет. Мы останемся здесь. Вот мы остались здесь. Бои такие. Вот это я помню момент, что по какому-то полю я что-то бегу. И вот так пуля мимо прилетела. Вы даже сами бои видели? Да, да, да. Там потом уже в окопы пошли. Какие-то окопы у них были нарыты. У немцев? Мы уже в окопе сидели. Вот, значит, там говорят, нельзя выходить. И вот, мама говорит, несколько раз было. То наши наступят, то обратно. То сюда, то сюда. Вот, кто здесь в окопе? Мама говорит, да это русские, мы русские. А что вы, говорит, здесь сидите? Здесь же передовая. Ну вот, а куда мы денемся-то? Нам деваться некуда. Ну вот, а прибегут, говорят, грязные, в обмотке болтаются, вшивые все. Ну вот, и говорит, мы еще раз наступили русские. Уже, видимо, совсем уже захватили эту территорию. И говорит, собирайтесь, мы вас сейчас отвезем на вокзал. Вот, а у нас коза была с собой. Вот. И вот нас посадили на телегу и на вокзал. Это уже солдаты русские были. Говорит, мы вас домой отправим. Поезд будет в состав, и вы поедете домой. И нас отвезли. А мама говорит, коза была. Я говорю, оставайся с Богом здесь. Мы козу. Что, куда же мы козу-то? Вот, говорит, как погнали они. А бои, стрельба. Как погнали-то лошадь. Это быстро. А коза сзади. Так мы ее и привезли, эту козу. Обратно из Литвы. Так она, с таким голопом она скакала, что хозяева, видишь, что уезжают. С козой и приехали. Все-таки было тогда подспорье. Вот эта коза. Как она там, чего. Ну, такой голод был после этого всего. Все. Дома сожжены были все. Все. А как все это было? Что мы еще были глупые. Какая-то там осталась какой-то сарайчик. Вот в этом сарайчике мы были. А там несколько домов, как бы на горошечке. Остались дома. Они боялись, что там партизаны. Как бы немножко деревни и повыше туда. Вот брат-то в таких условиях-то жили. Еще небольшой был. И он умер. Заболели. Как Леша. У него осложнение. Он умер. А я вот выжила. Я тоже болела. Я выжила. Вот. Ну вот. И там женщина. А дом ее сохранился. Вот мама пошла. Возьми ты нас, ради Бога. У меня все дети перемрут. В таких условиях. Она взяла. Не знаю, сколько мы жили у нее. Вот. Так. Отец не вернулся. А хорошо, какой-то мужик у него. Ну, наш родственник так как-то. Как-то он быстро дом выстроил. Такой труженик был. И взял нас к себе. Вот. Потом мы вот какое-то время. Несколько лет жили. А он утонул. Утонул потом. Поехали рыбу ловить. Это уже после войны. Река Луга. Вот. И как там они оба утонули. В реке. Вот. Такой попали. Умут. Закрутил их. Ясно. Вот. Ну да. Жизнь была, конечно, тяжелая. Тяжелая. Очень тяжелая. Мы дети все работали. Например. Вот маленькие. Мы работали. Колхозы. Вот. За мной была лошадка закреплена. Бригадирская. Вот тебе лошадка. Хорошая. Она послушная. Будешь навоз возить. Ну там. Мы-то не нарывали. Нам народят там этот. А мы в поле везем. Вот. На лошадке. Ой. Голод был. Что-то еле не пойти. Какие-то опилки кого-то. Я не знаю. Голод страшный был. Не было трудностей с тем, что вы. А? Вы считали сузниками. Вот угнаными в плен. Да. Это у вас не вызывало в том никаких сложностей. При учебе, работе. Да. Школу у нас не было. Было далеко. Школа. И ходили пешком. Ой-ой-ой. И по снегу. И всякое. Погрязь. Да, ну, жизнь очень тяжелая была. Чего говорить. Все страдали. Все страдали. Все. От военного, послевоенного времени еще у вас есть какие-нибудь запоминающиеся истории, о которой вы еще не рассказали, о чем вы хотели рассказать. Есть еще? Что именно? Ну, вот, что запомнилось, какие яркие впечатления были, о чем люди говорили, что происходило. Ну, что, все жили в очень больших трудностях, хочу говорить. Все и голодали, но все работали. Работали, были рады, что вернулись. С утра до ночи работали. Все что-то было, что-то там, ой, что-то какое-то зерно какое-то давали. Тогда на трудодень. Вот, там мололи, так вот. Ну, это такой образ жизни ужасный, конечно. В голоде и в холоде. Спасибо вам за рассказ. Вы хотели бы что-нибудь передать, пожелать сегодняшней молодежи? Что, сегодняшней молодежи? Да. Хотели бы что-нибудь... Чтобы они не забывали, вот, как люди раньше жили. Как работали, трудились с детства, с самого детства. И чтобы не повторялось это никогда. Спасибо вам. Сейчас молодежь не знает этого, конечно. То, что мы пережили. Спасибо. Вы согласны, что наше интервью будет выложено, опубликовано в всеобщем доступе в интернете, на сайте 41-45.сю, в рамках проекта «Наша победа». Для всеобщего ознакомления и создания архива памяти. Ну, можно, конечно, по телевизору не буду показывать. Нет, только в интернете на архив воспоминаний. Архив воспоминаний в интернете. Опубликовано там будет, вместе с другими интервью. Сейчас уже там более 8 тысяч роликов. Согласны? Меня где-то покажут, что-то? Нет, люди показывать не будут, но люди смогут туда зайти и посмотреть. Ага, ну, пожалуйста. Спасибо вам.